Десна ТВ В Десногорске продолжается весенний субботник. Заключительный этап турнира Десногорска по мини-футболу. Если в случае проигрыша или ничьи, команда «Островок» остается на втором месте. 9 апреля в торжественной обстановке военнослужащему войсковой части 3678, несущему службу по охране Смоленской АЭС, вручены ключи от нового служебного жилья. Для проживания личного состава семьями отведен целый этаж во всежитие номер 5 атомной станции. Средства на проведение ремонтно-восстановительных работ выделены за счет программы мероприятий по обеспечению физической защиты на АЭС. Войсковая часть 3678 выполняет важную государственную задачу. Соответственно, мы понимаем важность этой задачи и понимаем, что необходимо обеспечить... Жилье полностью готово для комфортного проживания. Всего сдано 14 блок-секций. Это отремонтированные светлые комнаты и санузлы с современными душевыми кабинами. Также на этаже оборудована просторная кухня с электроплитами и прачечная со стиральными машинами. В ходе ремонта заменены двери, напольное покрытие, сантехника, коммуникации, модернизирована пожарная сигнализация. Хочу пожелать вам успехов. Служба и отличная жизнь в вашем начинательном составе. Уборка города – привычная задача для сотрудников МУП ККП. Работники организации буквально разгребают остатки прошедшей зимы. Это залежавшиеся ветки, мусор и бытовые отходы. На время общегородского субботника во дворы выходит и административный персонал, сотрудники цехов и отделов компании. Процентов 80 территорий уже приведена в порядок. Большую работу мы сделали осенью. Я имею в виду объем листвы был убран именно с осени. Сейчас вот веточки, бумаги, пакеты, все это убирается. 13 апреля компании помогли сотрудники предприятия «Атомтранс». Совместными усилиями удалось привести в порядок несколько дворов третьего микрорайона. 15 апреля физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» прошли соревнования по мини-футболу. Мероприятие стало завершающим этапом турнира «Десногорска». Из восьми команд участников в лидерах оказались представители «Рословля», команды «Торпедо» и «Стройсервис», а также команда «Островок» из «Десногорска». Если в случае проигрыша или ничьи, команда «Островок» остается на втором месте, городе «Десногорска». Финалом спортивного состязания стало подведение итогов. Третье место заняла команда «Торпедо», второе – «Стройсервис», победители – представители «Десногорска» из команды «Островок». Лучший бомбардир с 37-ми мячами стал Александр Юзвик, команда победителей. Мероприятие проходило при поддержке городской администрации. Спасибо большое Мире Алексеевичу, что организовался, что спорт продвигается в «Десногорске». Спасибо вам большое. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова